Привет-привет! Сегодня 15 сентября 2023 года. И сегодня новолуние. Давайте же посмотрим, что говорят нумерологии по этому числу. И дальше мы посмотрим с вами видео про астрологию. Ну что, 15 число – это аркан дьявола. Да-да-да, не бойтесь. И что она нам говорит? Это соблазн. Соблазн что-то получить. И мы иногда рискуем. Ну, риск – это благородное дело. Но не всё так просто. Будут искушения, не надо поддаваться провокациям. Нужно всё-таки пережить этот день без каких-либо судорог по отношению к нашей жизни. Очень часто аркан, он нам как бы вот или мы снимаем розовые очки, или наоборот мы их одеваем, вот для того, чтобы не видеть своих собственных проблем. Поэтому, будьте осторожны, нужно всё-таки не рисковать и всё-таки просчитывать свою жизнь и знать, к чему вы стремитесь. Это во всех областях, поэтому 15-й аркан нужно просто быть внимательным. Хотя ещё 15-й аркан нам даёт вот эту проницательность. Очень многие просто в этот день прозревают. Или, как я говорю, снимают розовые очки и смотрят на мир таким, какой он есть. Ну, сентябрь. Это 9-е число. Ну, вообще 9-е число – это отшельник, аркан отшельника. И это как бы посмотреть вглубь себя. То есть вот 9-й аркан, он нам помогает понять, что для нас лично важно. То есть заглянуть в самому себя. Но есть, конечно, проблема уйти в глубину, то есть закрыться и стать человеком-футляром. Но это также и о мудрости. То есть мы можем быть мудрыми, мы что-то можем изучить глубоко или более поднять свой профессионализм. Но и это также нам говорит о том, что сентябрь нам нужно всё-таки немножечко отдохнуть. Поэтому это всё-таки спокойствие и какое-то своего рода одиночество. Поэтому вот 15-е и 9-е арканы, они друг друга немножечко как бы балансируют между тем, пойти или в крайность, или всё-таки остаться на этом в спокойствии, или всё-таки гульнуть. Потому что 15-е арканы – это ещё свобода для того, чтобы расслабиться, но расслабиться так по-хорошему. Ну, надеюсь, вы меня, конечно, понимаете. И дальше мы… И, естественно, если мы посмотрим наш год, это скорость, это быстрота принятия всего. То есть если 15-е арканы у нас возобладают, то есть энергия, и мы поддадимся соблазнами, то у нас будет так, что мы не остановимся, будьте с этим осторожны. Естественно, я говорю про алкоголь или какие-то другие запрещённые препараты. Будьте с ними осторожны. Или наоборот, нам захочется так сегодня ничего не делать, и это будет глубоко. Нас не трогайте, это может быть даже какая-то раздражённость. Так что будьте осторожны. Ну и энергия дня – это 22-й аркан. Поэтому, ну, шут – дурак, он и есть дурак. Не вляпайся в какие-то очень серьёзные проблемы. Всё-таки нужно подходить ко всему с юмором и отложить и все серьёзные дела хотя бы до завтра. Переходим и смотрим. 15 сентября у нас будет очень интересная и логичная новолуния в знаке Дева. И завтра, когда будет новолуния, вы почувствуете, что были какие-то розовые очки, которые хочется снять, выбросить, либо просто их разломать. Потому что они мешают трезво смотреть на ситуацию, которая с вами сейчас происходит. Новолуния будет непростое, потому что, с одной стороны, нужно чётко, структурно, логично понять, что нужно мне сделать для того, чтобы достигнуть результата, а что нужно мне отпустить. То есть логично, чётко, без эмоций принять какое-то очень важное решение для вас. Тут только логика и строгость. Но, с другой стороны, у нас идёт противоречие. У нас, когда будет новолуния завтра, будет Нептун влиять сильно на наше Солнце. А Нептун – это планета иллюзии, духовности, воображения, обмана, алкогольной зависимости. Поэтому, конечно, в это новолуние, скорее всего, что многие будут пить, либо, наоборот, захотят вообще уйти в какую-то иллюзорность. И эти розовые очки они намеренно одевают, потому что здесь они хотят обмануть себя. Потому что новолуния в Деве, она всегда раскрывает чёткость того, что у вас в голове. Но будут люди, которые захотят уйти в алкогольную зависимость, либо в какие-то обманы, обман себя, обман других людей и в меланхолию. Такое уж будет новолуния. Луна у нас сегодня также находится в Деве, как и вчера. И Луна – это наши эмоции, и Луна показывает наше поведение каждого дня. Луна в Деве, она очень структурная, детальная. И сегодня логика выходит на первый план. Хочется сегодня заниматься работой, какими-то рабочими процессами, либо заниматься своим здоровьем. Это Луна в Деве. Она очень любит скрупулезно выполнять какую-то задачу. Луна в Деве, она любит углубляться в детали. Если у вас сегодня есть какие-то задачи по работе, где нужно углубиться, сегодня вы будете как рыба в воде. Луна у нас сегодня будет делать мощный аспект к Урану. Это очень хороший аспект. Луна у нас находится в знаке Дева. Луна – это наша эмоциональная составляющая, наша база. Луна в Деве – это про работу, про рабочие процессы и про интеллектуальную деятельность. Такая Луна у нас сегодня. Уран – это планета свободы, резких перемен и креатива новизны. Поэтому данная композиция намекает на то, что у вас будут сегодня хорошие, интересные мысли, новые мысли, которые заставят вас сделать что-то новое в работе, либо в ваших проектах, рабочие процессы, либо все, что касается вашего здоровья. Также хочу сказать, что эта новая информация, она как будто бы ворвется в вашу жизнь и будут какие-то новые инсайты, новые мысли. Это как лампочка над головой. И здесь вы поймете, что да, это то, что я хочу. Это новизна, это креатив. Луна – это наш быт. Уран – это делать что-то по-другому сегодня. Вы можете встать с другой ноги, вы можете поесть очень интересные, вкусные, питательные продукты, потому что Луна в деле, она любит правильно питаться, поэтому будем придерживаться классики. И в данном случае вы захотите скачать новую музыку, вы обычно ее никогда не слушали, вы захотите сделать интересный, крутой макияж, креативный макияж. И ваше поведение будет странным, но захочется этой новизны и делать все не как обычно вы делаете, структурно, а по-другому. И сегодня это даст вам, поверьте мне, очень интересное настроение. Попробуйте сегодня, если вы идете на работу, пойти другими путями. Это создаст какую-то новизну и креатив в данном случае. Но на сегодня Луна будет делать транзит к Нептуну, и Луна у нас в Деве. Луна – это наши эмоции сегодняшнего дня. Луна в Деве, сегодня мы будем очень детальными и попытаемся объяснить все логически. С другой стороны подпирает Нептун, который говорит, что здесь есть что-то иллюзорное. То есть вы можете почувствовать, что вы захотите немножко уйти в какую-то глубину, в меланхоличное состояние, не общаться с другими людьми, в алкогольную зависимость. То есть немножко уйти в мир иллюзий и отстраненность от этого мира. Это, конечно, минус. Но, с другой стороны, Нептун намекает на то, что логически ты не сможешь объяснить все в своей жизни. Есть то, что нельзя этой логикой объяснить, опять же, руководствоваться только ею. Тут есть чувство и интуиция. В данном случае хорошо писать сегодня стихи, либо заниматься творчеством. Луна в Деве – это может быть также веб-дизайн. Допустим, если вы творческий человек и вы делаете что-то детально, сегодня можно как раз-таки этим заняться. Если вы, допустим, делаете реснички, ноготочки, что-то детальное и творческое, внедрять сегодня было бы очень даже к месту. Либо, допустим, бисером что-то делаете. Это тоже детали и про творчество, когда вы можете уйти в себя. Работа с психологом тоже очень подойдет. По такому аспекту главное не уходить в иллюзию, и у страха глаза велики. Это 100%. Поэтому учитывайте этот аспект. У нас еще на небе солнце оппозиции Нептун. Я постоянно дублирую аспекты, чтобы вы про них не забывали. В Инстаграме всегда об этом напоминаю. И завтра, конечно, еще раз повторюсь, будет новолуние и, может быть, чрезмерная эмоциональность сегодня. Стоит это учитывать. Всем сегодня желаю хорошего дня.